Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Археологи из Ленинграда под руководством Черникова Сергея Сергеевича копали памятники такие, как Усть-Норы, Малокрасноярка, по берегам Уртыша, которые располагались и сейчас затоплены Бухтарминским водохранилищем. Работы 1949 года и предшествующих лет охватили почти все районы Восточного Казахстана. Основные археологические памятники – это огромное количество курганов, большую часть которых можно отнести к эпохе ранних кочевников. Характерными памятниками являются также многочисленные древние выработки меди и олова. Это на территории нашего края огромный период, в общем-то достаточно, 18-й, 8-й век до нашей эры. С 18-го по 8-й век нашей эры. И как показали последние исследования, лабораторные, научные исследования материалов эпохи бронзы, всех вот этих находок наших и новых, которые поступили за последнее время, что уже в 16-м веке уже добывалось много меди, олова и выплавлялась бронза. И до нашего времени остались вот такие памятники, как вот древние горные выработки. Это вот огромный вот этот вот колбано-рымский пояс, вот этот медно-оловянный пояс рудный, где огромное количество этих выработок на медь и на олово. Почему вот еще мы говорим олово и почему мы говорим, что металлургия у нас была особенная в эпоху бронзы, потому что олова выступала основной добавкой, как говорят ученые, основной лигатурой к меди и давала очень прочный состав бронзы. Она очень хорошо хранится, дошла до нашего времени, вот видите, даже большое количество вот этой вот бронзы выплавляемой позволяло даже делать орудия труда из бронзы, вот бронзовая кирка, то есть кирка, кайло, то есть добывали не только вот такими каменными молотками и молотами руду, но и бронзовыми вот такими вот кирками. Сегодня в немецком городе Бохум находится один из крупнейших научно-исследовательских институтов в области горной археологии и археометрии, что привлекло его ученых в Восточный Казахстан. Именно с ними мы очень долго работали, копали впервые в Казахстане шахты эпохи бронзы. Это, представляете, в Дельбегетейском горном массиве на склоне горы нашли вот вход в эту шахту, спустились на 11 метров внутрь горы. Но мы не копали, мы расчищали вход, который остался, который был сделан от шахты, которая была выкопана около 3000 лет назад. Там нашли большое количество молотков разной формы, которыми добывали эту руду. Фрагменты керамики, там какие-то предметы от одежды, бляшки и так далее, которые терялись во время работы и так далее. И что самое интересное, рядом вот с этими шахтами, это же были сезонные, в общем-то, работы, летние только, да, рядом нашли могильник очень интересный и поселение. Оно было не, но тем не менее, остатки жилища там были, остатки подплавильного производства, там тигли, шлаки нашли вот эти, да. И что самое интересное, вот в этих вот могильниках, мы когда копали, первое время мы даже, ну, как бы не очень даже обратили внимание, вдруг раз и молоток появился, раз и где-то вот в самой конструкции погребальной. А потом, когда уже раскопали сами ящики, когда уже погребение, почти у каждого у них в изголовье стоял горшок, у похороненных, а рядом лежал молоток. Это, ну, как сказали те археологи из Германии, которые занимались всю жизнь, нужно сказать этими вопросами, они говорят, это вообще впервые в мире найдено вот именно захоронение горняков. То есть некрополь, именно горняков, профессиональная, профессиональная деятельность их подчеркнута вот таким образом, не просто нож или кинжал там ему, а вот именно молоток, которым они добывали руду. Это вот такие вот находки были сделаны за последнее время. Многие артефакты, обнаруженные специалистами, находятся в удивительной сохранности. С чем связана такая сохранность, такая целостность? Вот я уже подчеркивала, говорила, что очень много олова. Вот если взять спектральный анализ, проследить каких-то других предметов, да, там много мышьяка, сурьбы, вот такие вот добавки, которые не дают возможности вот так хорошо сохраниться этим бронзовым орудием труда. А здесь вот олова очень много в них, которое придает особую прочность этим предметам. Олова вообще очень достаточно ценилась вот на территории нашего края, по крайней мере. Уже в более поздний даже период из него даже делали какие-то предметы, украшения чисто вот из олова. Вот видите, вот, например, вот это вот украшение, да, они же не должны быть уже такими прочными или еще что-то. Вот нашивные бляшки полусферической такой формы. Они в самом начале, когда их делают, они же тоже под золото так блестят, да, желтый цвет бронзы, меди вот этой, да. Ну, а потом покрывается очень сильно патиной, потому что у них уже идет совсем другой состав. Вот в этих, например, когда делали спектральный анализ, в них больше сурьмы, например, чем олова. Олова практически в них нету. Вот эти вот бусинки мелкие, которыми расшивали одежду, они тоже уже другого состава. Они прямо крошатся и превращаются в пыль со временем. А вот эти предметы хранятся, сохраняются. Такая есть на восточном берегу Нила в Египте и не одна у нас. Долины царей, названные так по большому количеству курганов, которые предположительно принадлежат вождям. Это огромная долина, которая длиной 80 километров, около 40 километров шириной. И вот там, в этой долине, компактно вот так расположено более 50 царских курганов, как говорят, да. Называют их так царскими курганами именно за свою величину. Около 50 только вот таких огромных курганов, которые сейчас еще стоят, около 100 метров в диаметре, около 10 метров в высоту. Сколько из них уже исследовано? Пока исследовано не так много. Черников раскопал три кургана, из них только в одном были находки. И то они все грабленные. Но тем не менее, вот в этом кургане, вот макет которого мы здесь видим, было найдено 524 золотых предмета. В то время это была, в общем-то, такая сенсация, потому что в начале 70-х годов все вот эти, они хранятся в Эрмитаже, все эти золотые предметы. Вот эти вот великолепные скифские олени, видите, вот эти вот орлы, вот эти кабаны, изображение вот рыбы, вот здесь вот там жаворонок. Это пантера, свернувшаяся в кольцо, вот хищник кошачьей породы, да, такое вот стилизованное, но очень часто встречаемое в это время изображение. В то время это были еще не такие многочисленные находки таких предметов, и поэтому вот у нас в фондах хранится несколько афиш, вывозили их в Германию из Эрмитажа, там, в Западную Европу, в Восточную Европу, вот туда есть, вот эти самые находки эти. Это, в общем-то, такой вот классический, как вот говорят сейчас, скифосакский звериный стиль, то есть изображение животных, которые окружали человека. Между прочим, именно здесь, в Шелихтинской долине, был обнаружен третий для Казахстана золотой человек. В 2003 году уже наш казахстанский археолог Абдеш Ташкенович Талиубаев раскопал еще один куркан, где повезло с находками. И тогда уже заговорили об одном следующем золотом человеке, вот видите, реконструкции костюма этого человека. У него даже вот этот кафтан длиннее, чем, например, у Иссыкского, да, у него украшений больше, и они разнообразнее, уникальные вот эти вот такие вот совершенно бляшки. Они делались специально для похоронного обряда. А вот эти вот, видите, вот эти вот мощные, массивные, литые бляшки, они даже некоторые чиненные, они потертые, то есть он их все время носил. Одевал, видимо, в каких-то церемониях, в какие-то такие торжественные моменты, одевал этот костюм. То есть они вот принадлежали ему какое-то время, и потом прямо вот совершили обряд вот такой вот его погребения вместе со всеми вот этими украшениями. В общей сложности их там четыре с лишним тысячи. Другая всемирно известная долина, но близ поселка Берель, отсюда, кстати, и название Берельская долина, была открыта в 1865 году. Исследованиями здесь занимался Василий Васильевич Радлов, российский востоковед-тюрколог, этнограф, археолог и педагог немецкого происхождения. В этой местности он оказался отчасти, находясь в погоне и желая проверить невероятную легенду, бытовавшую в то время. И вот он приехал в поселок Берель. Случайно? Нет, он приехал специально. Дело в том, что он изучал археологические памятники в районе реки Катунь, а это, в общем-то, рядом. Тут Катунь, тут Берель, они берут начало из одного места практически, из одних гор. И вот он спустился вниз по Берель, и в селе ему сказали, что такую легенду рассказали, что там вот стоят вот эти вот могилы, древние-предревние, и что якобы в одном из этих вот курганов, который самый большой и стоит, так это чуть-чуть в стороне от всех остальных, захоронена принцесса, сидящая на золотом троне. Ну, для него, конечно, в то время, ну, принцессу, конечно, он никакую не нашел, но для того времени это было, конечно, удивительное ранение, потому что оно оказалось замерзшее. Ученый писал в дневниках, что не нашел лучшего решения, чем греть воду в котлах и поливать замерзшее погребение. Пробужденный курган явил интересные находки. Там был деревянный сруб, внутри стояла колода с захоронением человека, перед колодой лежала лошадь, а дальше с другой стороны от колоды, ну, на запад туда, лежало еще 16 лошадей, то есть 17 лошадей взнозданных, украшена, сбруя у них была, берестяными такими вот пластинками, вырезанными с орнаментом, но покрытой золотой фольгой. Но не так много. И не так роскошно, как в кургане номер 11, который был вскрыт в сезоне 1998-1999 годов под руководством Зейнолы Самашева. Такая огромная международная экспедиция, которая, в общем-то, впервые у нас в Казахстане стала использовать такие вот междисциплинарные исследования прямо в полевых условиях. То есть приехали не только археологи, которые копали, а почвоведы, те, которые мерзлотой занимаются, мерзлотоведы, палеоботаники, палеозоологи, то есть изучали все, что угодно там, все вот эти древние растения, которые попались в могиле, кости древних этих животных. Причем мерзлота, как определили мерзлотоведы и наши, и российские, это мерзлота искусственного происхождения. Вот углубились в общей сложности на 6 метров, начиная от насыпи, но это не значит, что там вот рядом копали, там не было вот этой вот мерзлоты. Получилось это благодаря тому, что они уже в это время, вот изучили люди, жившие вот в это время, это 3-й, 4-й, 3-й век до нашей эры, изучили вот эти вот осыпи на скалах, да? И получается, что они вот в определенном порядке, эти камни осыпаются, и где-то можно найти вот даже сейчас, вот мы в прошлом году это делали, где-то можно в самую жару найти лед, который сохраняется благодаря вот определенному положению этих камней. И вроде и не глубоко, и недалеко, рядом его нет, а вот здесь есть вот в каком-то таком вот месте. И вот и здесь тоже, то есть они сооружали саму насыпь, укладывая камни в определенном порядке, чтобы получилась вот такая вот, попадает туда вода, замерзает зимой, а уже больше не тает потом. И вот благодаря этому сохранились вот такие вот остатки лошадей. Остались, главное, очень много таких вот материалов из органики. В следующих выпусках вы узнаете, что обнаружили ученые в слое вечной мерзлоты кургана номер 11, как выглядели древние сакские цари и их золотые погребальные украшения, и чем может увенчаться поход в поисках золотых россыпей. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»